Всем приветики, вы на канале Snails for you, и в этом видео я расскажу вам, как дела у моих улиточек. У меня есть хорошие и плохие новости. Начну с плохих. И я думаю, вы помните мою эктерику-нерастушку и вообще истории с эктериками. Если нет, на канале есть видео. Ну, в общем, у меня осталась одна эктерика. Да, та нерастушка погибла, вообще нерастушки мало живут. Вот, тем более, очень маленькие нерастушки, прям, которые очень маленькие-маленькие остаются. Ну, то есть, есть нерастушки такие средненькие, очень маленькие. Вот маленькие очень мало живут. Она была маленькой нерастушкой. И жили они абсолютно в одинаковых условиях, но каждая улитка индивидуальна. И плюс, эктерике вредный такой вид, и не только у меня, у многих улитководов, поэтому, к сожалению, ее нет. Вот. И я надеюсь, что в этом году я приобрету или еще две эктерики. Ну, на всякий случай, так как я уже сказала, это достаточно такой вредный вид. Вот. Привередливый. Или же пару к этой эктерике. Подумаю. И еще две не очень хороших новости. То, что, помните, моего речка одного, да, он остался, его тоже уже не стало, потому что он был в возрасте, тоже нерастушка. Вот. Так что, да, нерастушки реально мало не живут. Максимум два с половиной года. Вот. Это даже очень хорошо, если они так проживут. Он прожил полтора года, ну... И его уже вот тоже на этой неделе не стало. И кто подписан на мой тикток знает, что я отсадила этого фуленка от эмакулята в надежде, что он будет расти, но он так и остался нерастушкой. На самом деле, он до какого-то момента идеально просто рос. Он у меня один вылупился из всех 40-30 яиц. Я где-то так оставляла тех фулек. Это первая кладка, а из второй кладки у них очень много малышей вылупилось, потому что, ну, короче, это уже, да, отдельная история. Короче, он у меня один из кладки вылупился, и я его себе оставила. Вот. Хотела вырастить огромным, но что-то пошло не так. А теперь, наконец-то, хорошие новости. И первая хорошая новость это то, что уже очень скоро, плюс-минус через месяц, начнется сезон отправок кулиточек. Я его очень-очень жду, потому что есть уже забронированные испобедения, если вы тоже хотите, ссылочка на инстаграм-магазин там, где их можно забронировать, в описании. И вообще на канале есть видео все подробно о, как приобрести улиточек у меня. И вторая хорошая новость, то что я сегодня устрою мини-фотосессию своим улиточкам, потому что я уже очень давно хочу это сделать. Вот. Вот так вот. И третья хорошая новость, что, в принципе, с остальными улитками все вроде бы как нормально. Каштан кладки не несет пока что. Но у него была кладка, да, я неделю назад снимала видео. Да, она в сушке. Пока что он еще не несет. Я надеюсь, он не беременный. Я надеюсь, он уже понял, что у него достаточно детей, что все хватит. И вот такое вот видео получилось. Как дело у моих улиток? Возможно, начало грустное, но конец все же... Все же хороший. Да, позитивный, не грустный. Если честно, я очень люблю грустное видео. Как-то не очень. Вот. Но надеюсь, все равно вам это видео понравилось. И не забывайте, кстати, писать в комментариях идеи для следующих видео, что вам рассказать. Потому что видео выходят раз в неделю. Я стараюсь их публиковать раз в неделю. Вот. Но идеи как-то вот начинают пропадать. Поэтому пишите, пишите в комментариях. Я их постараюсь открывать. Потому что YouTube их закрывает. Но я их постараюсь открывать. Подписывайтесь на ТикТок, Инстаграм. Там тоже очень много всяких интересных штучек про улиток. Вот. Особенно в ТикТоке я снимаю очень много интересных коротеньких видео. А на канале я рассказываю более все подробно. Поэтому подписывайтесь везде. Ставьте лайки. Пишите в комментариях. Да, идеи для видео, как я уже сказала. И всем хорошего настроения. Всем хороших, здоровых, огромных и просто шикарных улиточек. И до встречи в новом видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok